Казахи прогнули россиян по нефтяной сделке? Тохаев что замутил с Путиным? Я что-то не понял. Друзья, приветствую вас всех. Вы на канале Казахстан Сегодня и с вами Сула. И мы сегодня поговорим об этой нефтяной сделке между Казахстаном и Германией в обход России, но по нефтепроводу российскому. Дружба. Поехали. Итак, я прошерстил, друзья, несколько новостных сайтов и российских в том числе, которые говорят, что там с 12 по 13 декабря казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлиуберда посетила Германию. И с министром энергетики, министром экономики Германии Робертом Хабиком у них вроде состоялся разговор, и что они типа договорились заместить российскую нефть нашей казахстанской. И именно, что самый главный прикол, ладно там заместить, но по нефтепроводу российскому, который еще был построен в какие-то непонятные времена в Советском Союзе, вот сейчас на вашем экране этот нефтепровод. Дружба, друзья! Прикол его в чем? Что он был построен еще опять же в советское время, с Альтемевской идет, там Самара, там дальше Брянск, да, там что там, и тогда и тогда туда в Западную Европу. А поставляться, вроде бы как договорились, с Атрау до Самары. Но в чем здесь прикол? Давайте я вам зачитаю, во-первых, да, во-первых, зачитаю слова самого вот этого министра экономики Германии Роберта Хабика, который говорит. Поставки нефти из Казахстана не подпадают под эмбарго. Где-то неделю назад у меня состоялся хороший разговор с министром энергетики и экономики Казахстана. Он сказал, вы можете вполне уверенно исходить из того, что Россия даст этим количеством пройти. Однако, говорит он, мы сами не можем быть уверены в этом, как показал пример с поставками газа. Все в курсе, да, что там случилось на газопроводе. Также, да, друзья, эмбарго Европы на закупку российской нефти, вступившая в силу 5 декабря, не касается трубопроводных поставок по дружбе. Однако, многие страны пообещали самостоятельно отказаться от них в 2023 году. Германия, в частности, обязалась прекратить импорт российского сырья по нефтепроводу к 31 декабря 2023 года. Получается. Также, инфа. Игорь Демин сообщает, он представитель, да, вот нефтепровода, оператора дружбы, что от Казахстана не поступало запроса на прокачку нефти в ФРГ. Демин добавил, что республика не сможет заместить Германии российские объемы сырья. Тут непонятно, что он конкретно имел в виду. Заместить вот именно объем, вот такой вот большой, который идет, либо Россия просто не даст. Давайте, друзья, сразу же чуть-чуть пофилософствуем по этой теме. Ну, во-первых, весь цивилизованный мир, вы в курсе, да, что присоединились к санкциям против Российской Федерации в связи с военными действиями, в связи с агрессией Российской Федерации в Украине. Я подчеркиваю, весь цивилизованный мир. Там, конечно, к Российской Федерации присоединились. Типа Иран, Пакистан, Афганистан, Зимбабве, там что-то там непонятное в этом, да. Но сравнивать их с Германией, Францией, Испанией, Италией, Соединенными Штатами Америки, я думаю, глупо как минимум, да, где бы вы хотели провести свой отпуск, в Пакистане или во Франции? Выбор очевиден. Ну, в Пакистане будет подешевле, конечно, очень подешевле. Но, правда, потом надо будет, возможно, заплатить очень много, да, чтобы тебя освободили. Итак, прикол в чем? Одни говорят, что вроде бы договорились, вторые говорят ничего подобного. Но давайте предположим, что наш президент, Касымжи Мартиневич Тукаев, договорился с Путиным об этой сделке. О том, чтобы наша казахстанская нефть поступала в Германию через нефтепровод «Дружба». Что Казахстан будет делать взамен такого вот очень выгодного экономического предприятия для себя? Ну, либо бабок отвалит, либо, я вот допускаю, просто это не факт, но предполагаю, может быть, договорились о том, что через казахстанско-российскую границу будут проходить санкционные товары, какие-нибудь высокотехнологичные продукты, микросхемы разного рода, к примеру, для производства военных, высокоточных оружия военного, таких, там, крылатых ракет, ракет, беспилотников, беспилотников камикадзе. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Может, в этом был прикол, может, в этом прикол. А ведь все эти продукты, эти товары высокотехнологичные Российской Федерации сейчас очень нужны, очень нужны, чтобы и далее проводить свою террористическую операцию. Террористическую. Там бьют по электростанциям, там бьют по жилым домам, там бьют по теплостанциям. Это не по военным объектам. Это чисто террор. То есть, может быть, договорились об этом. И вот тут задается большой вопрос. А зачем это нам? Зачем мы поддерживаем их в этой войне в таком случае? Ведь если этого высокотехнологичного оборудования будет очень много, оно ведь может, в конце концов, повернуться и против нас. Если, допустим, Россия захочет пойти на Казахстан, это же пойдет против нас. И вот это огромное количество вопросов. Я не знаю, ответов у меня пока нет. Это только просто предположение. Предположение от того, что я вот почитал, и я не совсем понимаю. Даже если это без того, чтобы провоз вот этих санкционных продуктов, да, высокотехнологичных. Даже если просто мы будем отчехлять деньги, но на эти же деньги будет покупаться оружие. Я не прав или как, друзья? Это мое субъективное мнение. Это просто предположение. Я не настаиваю на этом. Я просто так думаю. А вдруг? И пока не нахожу ответов. Если вы знаете что-то больше меня, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Казахстан сегодня. Всем пока. Салам алейкум. Арифидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok